Врядущую субботу компания SpaceX собирается отправить на орбиту два тестовых спутника Microsoft 2A и 2B, которые будут раздавать интернет, покрывая площадь до 10 километров каждый. Эти два спутника – капля в море, ведь еще несколько лет назад компания Илона Маска предложила вывести на орбиту целую плеяду микроспутников, состоящую из 11 тысяч аппаратов, которые будут обеспечивать интернет-покрытие по всей поверхности Земли. О своих амбициозных планах Илон Маск уведомил Федеральную Американскую Комиссию Связи еще два года назад, а сейчас получил разрешение на запуск. Более того, глава комиссии озвучил неожиданное предложение – сделать SpaceX глобальным интернет-провайдером, присвоив аэрокосмической компании соответствующий статус. Аджит Пай, глава Федеральной Комиссии Связи США, опубликовал у себя в Твиттере заявление, подробно объяснив преимущества проекта Starlink, после чего призвал присвоить компании SpaceX статус-провайдера. Пай подчеркнул, что правительство США должно идти в ногу со временем, используя современные цифровые технологии и активно внедряя их на все территории страны. Сейчас в США более 15 миллионов человек проживают в сельской местности, где отсутствует доступ в интернет. Проект Илона Маска мог бы решить эту проблему и стал бы спасением для других регионов планеты, где наблюдаются похожие проблемы, ведь в мире немало регионов, в которых провайдеры просто не могут установить вышки сотовой связи или протянуть кабельный интернет. Пай добавил, что это и вопрос престижа тоже, ведь если предложение будет одобрено, SpaceX будет первой американской компанией, предоставляющей доступ в интернет через сеть низкоорбитальных спутников. Напомним, что SpaceX в рамках проекта Starlink планирует обеспечить всю Землю спутниковым интернетом уже к 2027 году. Спутники будут располагаться на высоте от 1100 до 1400 метров, что позволит уменьшить задержку передачи до 35 миллисекунд. Остальные спутники летают выше, а их задержка составляет до 600 миллисекунд. Комиссия пока не опубликовала официального заявления о поддержке начинания ПАЭ, но некоторые из ее состава уже горячо поддержали инициативу, призвав коллег как можно скорее рассмотреть вопрос статуса SpaceX и одобрить полномасштабный запуск нового сервиса.